В Североказахстанском университете имени Монаша Козыбаева стартовало единое национальное тестирование. В первый день экзамен сдавали 138 выпускников из городов и районов области. Напомним, теперь ЕНТ для поступления в ВУЗы проводится 4 раза в год. Абитуриенты, набравшие соответствующие баллы, могут получить документы и сдать их в выбранное учебное заведение. Третий год подряд у выпускников школ есть возможность сдать ЕНТ в 4 этапа. На этом тестировании из-за распространения вируса COVID-19 будущим абитуриентам необходимо соблюдать все необходимые нормы, придерживаться дистанции в 2 метра. Школьники проходят через специальный дезинфицирующий тоннель, им измеряют температуру тела. На самый экзамен отводится 4 часа. За этот период ребятам необходимо дважды поменять медицинскую маску. Всего в этом году в области более 3000 выпускников. В первом этапе тестирования изъявили желание принять участие 2147 человек. Сегодня сдают экзамен 138 из них. С 20 января по 5 февраля во всех регионах Республики Казахстан проходит единое национальное тестирование. Это первое тестирование в этом 2021 году. Как и традиционно в прошлом году, есть перечень запрещенных предметов, которые запрещены к проносу. Это гаджеты, телефоны, наушники, смартфоны и так далее. И соответственно, если во время досмотра будут найдены запрещенные предметы, то соответствующий акт составляется и ребята уже не смогут сдать единое национальное тестирование. 16-летняя Анель Уралтаева ученица Токушинской школы и гимназии. Подготовку к важному тестированию она начала с 9 класса. Особое внимание выпускница школы уделяет химии и биологии. Здесь три возможности и ты можешь от каждой больше опыта получить. Я собираюсь на учителя биологии и химии в СКГУ. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в этом году родителям школьников также запретили ожидать своих детей даже на улице. Были утверждены ответственные лица, которые и обеспечили явку будущих абитуриентов к месту сдачи экзамена. Учителя у нас готовили, как бы даже дополнительно были занятия. Дети позвонили учителя, договаривались. Но я думаю, что ЕНТ пройдет у нас хорошо. Есть большие шансы, есть у нас большие успехи. Дети у нас сильные, поэтому у нас, наверное, и есть гимназия. Кроме того, в этом году есть условно зачисленные абитуриенты. В их число входят те, кто в прошлом году не смог набрать нужных баллов. Таких всего 55 человек. Этим девушкам и парням предоставляется возможность сдать ЕНТ во второй раз.